Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Пишите вы, следующая Екатерина, почему многие талантливые творческие люди употребляют сигареты, алкоголь, наркотики, на газ следа внутренних конфликтов. Вопрос, как мне кажется, довольно любопытный, неоднозначный, и поэтому хотелось бы на него ответить. Ну, в первую очередь, если мы говорим про сигареты, алкоголь и наркотики, кроме, пожалуй, последнего, то есть наркотики тут немножко сорняком получается. Стоять. И сигареты. И алкоголь щипяются проявлением потребности своей любви. То есть, когда человек курит и когда человек употребляет алкоголь, это потребность любви. в принятии, вот, в одобрении, в восхищении, вот, ну, она не удовлетворена, это потребность. Вот. Тут нужно отдельно понимать, как мне кажется, что потребность, допустим, в одобрении и восхищении более высокого уровня, вот, и силы меньших сил. Меньших своей базальности. Базальность – термин, обозначающий глубину потребности и ее первичность. И силы меньших своей базальности более легких. То есть у человека на поведенческом уровне больше способов ее удовлетворить. Это как базальную потребность удовлетворить разными способами сложнее, вот. Поэтому, как правило, все сводится к любви, к потребности любви. Почему? Почему так? Почему потребность любви? Дело в том, что это действие осуществляется через рот, вот, и ассоциируется с младенческим воздухом. И сигареты, и алкоголь. Вот. Здесь все достаточно просто. Недолюбили, недокормили, вот, так, по крайней мере, и считается. Вот. Человек сам научился с этим справляться. Так как научился, да, то есть, ну, хорошо, плохо, не так. Важно. Вот. Но тем не менее. Что касается наркотиков, то здесь ситуация другая. Здесь все более сложно. Вот. В большей степени здесь проявляется, конечно, уход от реальности. В большей степени здесь проявляется, конечно же, ну, некоторый внутренний, да, конфликт. Вот. Человек. Вот. Это правда. В данном случае это правда. А те наркотики тоже, в принципе, могут вполне себе спокойно выполнять роль заменителя любви. Ну, там еще речь идет и о специфике самого наркотика и о специфике его принятия. То есть, тут, ну, есть свои тонкости, которые нужно учитывать, так скажем. Без учета, ну, просто-то будет излишнее обобщение, вот, и как следствие неуместное упрощение. Вот. Понимаешь, да? Надеюсь. О чем я поречу. Что касается сигарет. Здесь ваше дымо часто создается эффект растворения. Человек пытается раствориться. Раствориться люди пытаются, когда у них имеется расщепление. Я расщепляю. Что такое расщепление? Так. Когда у них человек оказывается на поле битвы нескольких взаимоисключающих установок. Я должен быть, там, одним, к примеру. Должен быть одним. Хочу быть другим, например. Ну, как вариант. Как вариант, в данном случае. Соответственно, именно сигареты еще могут, так скажем, восприниматься вот в таком контексте. Алкоголь традиционно, ну, традиционно понимается, как уход от реальности, но там часто замечены чувства вины и так далее. Что касается непосредственно творческих людей, здесь вот, что называется, не все так однозначно. Дело в том, что в контексте творчества можно говорить о том, что противоречие как таковое, есть движущая сила творчество, то есть в какой-то степени можно говорить о том, что без противоречия в данном случае невозможно творчеству. Потому что творчество единственное противоречие, определенное противоречие, которое разрешается в виде творчества. То есть, понимаете, какая штука, вы вроде-то как с одной стороны бравы, но с другой стороны, мне по крайней мере так вот показалось, что в вашем, вот, ну, в вашем высказывании, да, есть некоторое обесценивание, вот, а повторюсь, без конфликта, да, без противоречия невозможно творчество. Поэтому здесь творчество выступает в качестве такой основной движущей силы. И именно поэтому, например, психотерапия творческих людей. Совершенно особая, уникальная история, подходить к которой требуется очень деликатно и очень осторожно. Некоторые специалисты говорят о том, что говорили, по крайней мере, что психотерапия творческих людей вообще не должно быть. То есть, ну, говорят, говорится о том, что психотерапия вредит творческим людям. И, честно говоря, с этим трудно порой не согласиться. Тем не менее, хочется верить, что грамотная терапевтическая работа способна облегчить некоторые болезненные моменты, некоторые болезненные элементы людей, потому что творческие люди не смотрят ни на что. Люди все равно, как, ну, каждому из нас, как любому из нас, им хочется быть счастливыми. Это вполне нормально. Поэтому, то, что вы называете противоречием, да, возможно, это противоречие, но я бы не стал воспринимать противоречие в таком контексте, в каком его, как правило, как правило, воспринимать. Без одного не было бы другого. Поэтому, парадоксально, но факт. Зачастую, творческие люди не способны социально адаптироваться в обществе, ввиду их нестандартного мышления. К сожалению или к счастью, это факт, который нельзя отрицать. И ввиду непохожести творческого человека на современников, ввиду этого. Ну, вот можно говорить о том, что алкоголь, сигареты и наркотики порой кажется единственным выходом. Здесь мы оказываемся перед дилеммой. Да? То есть, дилемма следующая. Что нам делать? Решать, ну, проблемы человека, снимать его противоречия и тем самым, возможно, лишить его, ну, возможности, да, так скажем, творить. Или позволить ему творить, но при этом по большому счету себя разрушать. Согласитесь, довольно-таки неприятный выбор, неприятная дилемма, скажем так. Это мягко выращает. Что дилемма неприятная. Потому здесь не все так одно значит. Я ни в коем случае не выступаю за пропаганду наркотических средств, алкоголизма и так далее. Ни в коем случае. Но в случае с творческими людьми мы имеем то, что имеем. Да, необходимо это учитывать, необходимо это, ну, как минимум, принимать во внимание, мне кажется, и делать на это поправку. Почему это интересует вас, большой, как мне кажется, вопрос, почему это волнует вас, почему это беспокоит вас. Есть риск оправдать в определенной степени свое увлечение алкоголем, наркотиками, сигаретами, творчеством. Так называемая хитрость. И мне кажется, что очень важно этого избежать. По возможности, потому что все таки подмена понятий, на мой взгляд, в подобных вещах неприемлема. Как мне кажется. Конечно, у вас может быть свое мнение на этот счет и вы имеете на это мнение полное право. Но вопрос заключается в том, чего мы по итогу такие хотим. Что мы хотим в итоге. Чего вы, если угодно, хотите в итоге. От этого вопроса, который сейчас вы задаете. От своей мысли о том, что это противоречие, не важно. Ну или, наверное, правильнее было бы сказать, не так важно. Показалось мне или нет, что у вас промелькнули обесценивающие нотки. Вот, постарайтесь определиться с этим. А дальше уже можно будет, о чем-то говорить. Дальше уже можно будет выявить, так скажем, какое-то направление, куда бы можно было нам двигаться. С вами, если вы хотите поработать вашему близкому, если подразумевается, что он, он этот самый близкий, и есть тот творческий человек, который злоупотребляет какими-то, ну не самыми полезными, так скажем, веществами. То есть тут необходимо понять контекст, в котором вы спрашиваете данный вопрос. Без контекста, это очень, к сожалению, отвлеченная тема. Вот. О котором можно говорить достаточно долго, много и, вероятнее всего, так ничего и не сказать. Вот, чтобы такого не произошло, я и предлагаю вам то, что предлагаю. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью и расскажите, что волнует лично вас. Продолжение следует... Продолжение следует...